Итак, наконец-то мы перешли к созданию точечных графиков. Здесь все намного проще, чем в линейных, поскольку здесь всего одна функция, и ее париться не надо. Итак, давайте быстренько все создаем. У нас точечный график, .char, все достаточно понятно. Принимая значение, просто значение, возьмем таблицу по умолчанию mtcars, она существует в языке. Какой выберем столбец? Давайте mpg, я вам покажу, как выглядит таблица. В параметре labels мы задаем именно название строк, название строк row.names, логично же. И откуда мы берем? С таблицей mtcars, все очень достаточно понятно. Шаг, вы уже знаете, что это такое. Сдаем 0.7. Название задаем 1, 2, 3. Но без разницы, вообще не нужно название. Не будет названия. А вот обозвать ось x это надо. Но назовем ее x. Создали. Видите, все сразу получилось. Теперь давайте я вам покажу, как выглядит переменная, как вообще выглядит этот mtcars, что это такое. Смотрите, вот такая табличка, это машины и какие-то ее параметры. Все, точечный график создан. Ребята, поздравляю, вы научились создавать точечные графики. Но это неинтересно. Нам нужно теперь создать более сложный точечный график. Например, можно сгруппировать его. Сделать группы, типа Mercedes, ну или какую-то, какую вы захотите, группы, там по объему или что-то типа того. И давайте приступим. Переменная x нам нужна для того, чтобы сортировать по столбику mpg, таблицу, которую вы видели. Для этого мы пишем mtcars, пишем order, в скобочках у нас указывается mtcars и столбец mpg, поскольку мы будем сортировать по вот этим цифрам. Здесь надо еще поставить запятую поскольку это массив, точнее вектор. И вот смотрим, что у нас получилось в x7. Видите, у нас отсортировалось все нормально по этому столбику, циферки отсортировались. Теперь, ну давайте для наглядности я вам таблицу туда оставлю, только чуть сокращу ее, чтобы было понятно. Теперь нам нужно создать, то есть у нас теперь x это таблица отсортированная. Это как бы понятно, что это таблица. x, мы берем вот этот столбик, cy, l. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать факторные значения. То есть фактор, что такое фактор, вы уже знаете из... предыдущих видеоуроков. И вот так вот. Это должен быть фактор. Теперь у нас есть еще много других переменных. Например, y color. Точнее, x на этот color мы создаем как x, c, c, l равно 4. И это у нас будет red. То есть смотрите, что сейчас произойдет. Хопа! И в нас добавилось новое значение в таблицу. Мы можем легко добавлять значение. То есть мы указываем здесь не существующий столбец таблицы. указываем его значение. То есть, например, в каком случае он будет таким-то значением. Да когда, например, x равно 4. Вот этот c, y, l. Мы могли также на h, p поставить. И что это будет за значение? Это будет red. Видите, остальные n, a. То есть не назначены. Типа undefined. Ну, давайте сделаем тогда их что. 6. Это у нас будет blue. Давайте 8. Это же 8-ка там, да, есть. Забьем его dark green. Ну, в принципе, все, да. Больше нигде ничего косяков нету. Ну и давайте создавать точечный график. Dot. Чарт. X. MPG, как в прошлый раз делали. Labels. То же самое. Так, то же те, но и то же получается. Ну ладно. Можно было просто сделать пару раз вверх. И сохранить то, что было раньше. X. И здесь, кстати, еще надо поставить запятую. CX равно. Ну, также через семерку идем. Вот. И теперь определить снова параметр group. Groups. Groups у нас по какому, ну, по какому мы группируем? Да по вот этому. У нас только работа с ним, в принципе, и шла все это время. Все. Мы типа сгруппировали их. Теперь у нас названия графика также не будет. Мы не хотим это делать. А вот Xlab даже стоит задать. Ну, назовем ее там так же X. Поскольку мы пересоздаем график, то не будет то, что было раньше. Так, теперь мы хотим назвать, ну, создать G-Colors. G-Colors это цвет. Сейчас вы увидите даже чего. Я его потом поменяю и посмотрите. И Color. А Color это цвет групп. Соответственно, точек для них. Смотрите, как прекрасно все создается. А темно-зеленые. Видите, она показывает, объединяет их. Вот это уже более красивый точек. Я обещал вам изменить здесь на какой-то цвет, например, pink. Видите, это создается цифрой. Вот эти цифры, по которым сортируется значение сортировки. Ну, и давайте вернем их на какой-нибудь. В принципе, это все по поводу точного графика. Как видите, все очень просто, все понятно. И теперь давайте перейдем к созданию гистограмм.